Здравствуйте, уважаемые коллеги! Студенты Медицинского института среднего профессионального образования отделения «Фармация» представляют образовательный проект «Медицина будущего». Предмет – латинский язык с основами медицинской терминологии для студентов отделений. Фармация, сестринское дело, акушерское дело, лечебное дело. Выполнила студентка СПО Медицинского института отделения «Фармация» группы 1-фарм-2 Сугян Марина Артуровна. Преподаватель – Усова Елена Игоревна. Год – 2020. Тема нашей сегодняшней презентации – гормональные препараты. Название гормональных препаратов. Давайте рассмотрим план урока. Итак, первое – введение. Второе – открытие гормонов. Третье – классификация гормональных препаратов. Четвертое – способы получения гормональных препаратов. Пятое – механизм действия гормональных препаратов. Шестое – показания к применению гормональных и антигормональных препаратов. Седьмое – виды гормонотерапии. Восьмое – препараты глюкокортикостероидов. Девятое – препараты женских половых гормонов. Десятое – гормональные контрацептивы. Одиннадцатое – препараты мужских половых гормонов. Двенадцатое – анаболические стероиды. Тринадцатое – препараты инсулина. Четырнадцатое – препараты гормонов щитовидной железы. Пятнадцатое – названия гормональных препаратов. Шестнадцатое – вред и побочные эффекты гормональных средств. Семнадцатое – профилактика и способы снижения побочных эффектов. И восемнадцатое – интересные факты о гормонах. Целью нашего урока является формирование знаний о гормональных препаратах, влияние гормональных препаратов на организм, изучение возникновения и формирование названий гормональных препаратов. Итак, давайте начнем с введения. Что же такое гормональные препараты? Гормональные препараты – это лекарственные средства, представляющие собой природные гормоны или их синтетические аналоги. А антигормональные препараты – это лекарственные средства, обладающие свойством ослаблять либо прекращать действия гормонов. Также стоит отметить, что эндокринология – это наука, который занимается изучением строения и функций желез внутренней секреции, то есть эндокринных желез, а также вырабатываемых ими продуктов – гормонов. Теперь поговорим об открытии гормонов. Еще в начале 20 века физиологам стало ясно, что помимо нервных импульсов, управляющих работой различных органов, существуют также и химические сигнализаторы, проходящие по крови. Так, в 1902 году два английских физиолога Эрнест Старлинг и Уильям Бэллис обнаружили, что даже если перерезать все нервы, ведущие к поджелудочной железе, она все равно принимает сигналы. Выделяет пищеварительный сок сразу же, как только кислая пища и желудка попадают в кишечник. Оказалось, что слизистая оболочка тонкой кишки под влиянием кислоты желудочного сока вырабатывает вещество, которое Старлинг и Бэллис назвали секретином. Именно секретин и стимулирует выделение сока поджелудочной железы. Старлинг предложил назвать все вещества, выделяемые в кровь, железами внутренней секреции и осуществляющие регуляцию функций органов гормонами. От греческого «хорман» – «возбуждать», «побуждать». Гормональная теория оказалась чрезвычайно плодотворной. Было обнаружено, что большинство гормонов, циркулирующих с кровью в ничтожных следовых концентрациях, очень тонко поддерживает строгое соотношение между химическими реакциями, иными словами, регулирует физиологические процессы в организме. В 1901 году американский химик Джоки Чидокамина выделил из мозговой части надпочечников активное вещество в кристаллическом виде и назвал его адреналином. Это был первый выделенный гормон с установленной структурой. Вскоре возникло предположение, что одним из процессов, регулируемых гормональной деятельностью, является основной обмен веществ. Магнус Леви обратил внимание на связь между нарушениями основного обмена и заболеваниями щитовидной железы, а американский биохимик Эдвард Кендал в 1915 году сумел выделить из щитовидной железы вещество, названное им тироксином. Оно действительно оказалось гормоном, небольшие количество которого регулирует основной обмен веществ. В 1920 году у молодого канадского врача Фредерика Бантинга возникла интересная идея – изолировать поджелудочную железу подопытных животных путем перевязки ее протока. По мнению ученого, клетки железы, выделяющие пищеварительный сок, должны были бы дегенерировать, так как сок перестал бы вырабатываться, а участки, секретирующие гормон, непосредственно в кровяное русло, продолжали бы действовать. В 1921 году Бантинг организовал лабораторию в университете в Торонто и с помощью ассистента Чарльза Беста приступил к опытам. Ему повезло, он получил в чистом виде гормон инсулин, который нашел широкое применение для лечения сахарного диабета. Хотя больной сущности бесперерывно подвергается утомительному лечению, жизнь его уже вне опасности. Следует отметить, что вслед за инсулином были получены и другие гормоны. Немецкий химик Адольф Бутенант в 1929 году выделил из мочи беременных женщин и из семейников мужчин половые гормоны, управляющие развитием вторичных половых признаков. Кендалл, открывший тироксин и швейцарский химик Тадеуш Рейхштейн выделили целую группу гормонов из внешнего коркового слоя надпочечников. В 1948 году сотрудник Кендала Филлип Хэнч обнаружил, что один из них, кортизон, оказывает целебные действия при ревматическом артрите. Позже он стал применяться и для лечения других болезней. В 1924 году аргентинский физиолог Бернандо Хусей доказал, что гипофиз, небольшая шаровидная железа внутренней секреции, которая лежит непосредственно под головным мозгом, каким-то образом влияет на расщепление сахара. Последующие исследования показали, что гипофиз выполняет и другие важные функции. Американский биохимик Чо Хао Ли в 30-40-х годах выделил из гипофиза ряд различных гормонов. Одним из них, например, является гормон роста, который регулирует рост организма. Если он поступает в кровь в избыточном количестве, вырастает великан. Если его недостает – карлик. Рассмотрим классификации гормональных препаратов. Начнем с гормональных препаратов стероидной структуры. 1. Гормональные препараты коры надпочечников и их аналоги. А. Препараты глюкокортикостероидов. Б. Препараты минералокортикостероидов. 2. Гормональные препараты женских половых гормонов. А. Эстрогенные препараты. Б. Гистогенные препараты. 3. Препараты мужских половых гормонов 4. Синтетические производные антрогенов, то есть анаболические стероиды Теперь рассмотрим гормональные препараты полипептидной и белковой природы 1. Гормональные препараты гипофиза 2. Препараты гормонов поджелудочной железы и синтетические противодиабетические средства которые подразделяются на 2 подпункта А. Препараты инсулина и Б. Синтетические противодиабетические средства Также давайте рассмотрим гормональные препараты, производные аминокислот подразделяются на 2 пункта 1. Препараты гормонов щитовидной железы 2. Препараты гормонов мозгового слоя надпочечников Адреналин Итак, давайте рассмотрим основные способы получения гормональных препаратов Всего выделяют 3 основных способа получения гормональных препаратов 1. Экстракция гормона из биологического материала Это моча беременных женщин, плацента С помощью данного способа получают инсулин 2. Получение гормональных препаратов с помощью биотехнологии Получают инсулин, соматотропный гормон 3. Химический синтез Получают адреналин Механизм действия гормональных препаратов В органах-мишенях существуют специальные рецепторы, которые взаимодействуют с конкретными гормонами, либо гормональными препаратами Для полипептидных гормонов и гормонов мозгового слоя надпочечников эти рецепторы находятся на поверхности мембран Во взаимодействии гормона и рецептора принимают участие ряд посредников В итоге изменяется проницаемость мембран для субстратов и электролитов То есть инсулин изменяет проницаемость мембран для глюкозы Стероидные гормоны и гормоны щитовидной железы связываются с рецепторами органов-мишеней, которые локализованы внутри клетки Цитоплазме или ядре Связывая с ними, гормоны проникают в ядро клетки и оказывают влияние на синтез ферментов и других белков Давайте поговорим о механизме действия антигормональных средств Антигормональные препараты связываются со специфическими рецепторами гормонов, в результате чего подавляется эффект гормона Так действует спиронолактон, антагонист альдостерона Торможение синтеза соответствующего гормона Например, межгазолил угнетает синтез стероидных гормонов в щитовидной железе А препараты йода в больших дозах угнетают продукцию ТТГ передней доли гипофиза Давайте поговорим о показаниях к применению гормональных и антигормональных препаратов Сначала рассмотрим при эндокринной патологии При выпадении функции эндокринной железы, к примеру, сахарный диабет, используется инсулин При гиперфункции железы, к примеру, тиреотоксикоз, используются антитироидные средства При извращении функции желез, опухоли яичников, коры надборочников Теперь рассмотрим при ней эндокринной патологии Используют такие гормональные эффекты, как влияние на обменные процессы, воспалительные процессы, иммунологические процессы, на артериальное давление, кровоснабжение Применяют высокие нефизиологические дозы гормональных препаратов К примеру, глюкокортикоиды обладают противовоспалительным эффектом Виды гормонотерапии Первый вид – это заместительная гормонотерапия Возмещение недостаточной выработки гормонов в организме При сахарном диабете – это инсулин Второй вид – инкибирующая или тормозная гормонотерапия С помощью антигормональных препаратов Когда надо подавить избыточную деятельность эндокринной железы Или для других целей К примеру, лечению опухолей Третий вид – стимулирующая гормонотерапия С помощью введения в организм тропных гормонов или либеринов Для восстановления функции эндокринной железы Часто применяют при окончании курса лечения Адренокортикотропный гормон после лечения глюкокортикостероидами Патогенетическая или корригирующая гормонотерапия Применяется при заболеваниях, не связанных с эндокринными расстройствами Глюкокортикостероиды при ревматизме, анафилактическом шоке И последний вид – симптоматическая гормонотерапия Разновидность патогенетической терапии для снятия симптомов Глюкокортикостероиды при шоке для повышения артериального давления Препараты глюкокортикостероидов Гидрокортизон, преднизолон, дексаметазон Рассмотрим фармакологические эффекты 1. Противовоспалительный эффект 2. Иммунно-депрессивный эффект Подавляют клеточный и гуморальный иммунитет 3. Противошоковый Повышают артериальное давление 4. Оказывают влияние на обмен веществ Усиливают углеводный обмен Повышают уровень глюкозы крови Усиливают распад белка, что приводит к содержке роста, формированию тканей и регенерации Вызывают при распределении жира в верхнюю половину туловища, лицо, шея, плечи Снижают всасывание и повышают выведение кальция Препараты женских половых гормонов Итак, эстрогены Эстрогены контролируют развитие вторичных половых признаков Способствуют пролиферации слизистой матки в первой половине менструального цикла Прогестерон Прогестерон образуется в желтом теле Способствует пролиферации слизистой матки во второй половине менструального цикла Подготавливает ее к имплантации яйцеклетки Также способствует формированию оболочек плода Рассмотрим гормональные контрацептивы Комбинированные оральные контрацептивы Монофазные Ерина Жанин Лагест Диана 35 Трехфазные Тримерси Трикфилар Содержащие микродозы гистогенов Эксклютон Чирозетта Также для экстренной контрацепции Содержат гистогены в высоких концентрациях Это Эскапел Ипостенор Механизм действия комбинированных оральных контрацептивов Подавляют овуляцию Вызывают изменения эндометрия Препятствующей имплантации оплодотворенной яйцеклетки И вызывают изменения шеечной слизи Более густая вязкая Что препятствует продвижению сперматозоидов Эффективность близка к 100% При соблюдении инструкции Препараты мужских половых гормонов Тестостерон Рассмотрим фармакологические эффекты Во-первых, тестостероны контролируют сперматогенез Затем они контролируют развитие вторичных половых признаков Также они способствуют синтезу белка И увеличению мышечной массы Рассмотрим анаболические стероиды Нандролон Фармакологические эффекты Способствуют синтезу белков Увеличению массы тела И скелетных мышц Также они лишены гормональной активности Препараты инсулина Инсулин растворимый Инсулин изофан Инсулин гларгин Рассмотрим фармакологические эффекты Инсулин оказывает действие на обмен веществ А именно Повышает утилизацию глюкозы Снижает распад гликогена Гликогенолиз В печени И скелетных мышцах Угнетает превращение аминокислот в глюкозу Глюконеогенез Глюконеогенез В результате вышеперечисленного Снижается уровень глюкозы в крови Препараты гормонов щитовидной железы Ливотироксин Натрия Фармакологические эффекты Оказывают стимулирующее влияние на обмен веществ Регулируют рост и развитие организма Название гормональных препаратов Название гормональных препаратов обычно образуется Или от названия органа, вырабатывающего гормон Или от названия органа, на который направлено действие гормона Например Инсулинум Инсулин От названия инсулия панкреатиция Островки поджелудочной железы В которых вырабатывается гормон инсулин Тиреоидинум Тиреоидин От названия гляндуля тиреоида Щитовидная железа Гидрокортизоном Гидрокортизон От названия кортекс кляндуля адреналис Коран от почечника В названиях препаратов женских половых гормонов Используются частотные отрезки Эстер и ГЭСТ В названиях препаратов мужских половых гормонов Используются следующие частотные отрезки Андр Стер Тест Боль Прост Рассмотрим вред и побочные эффекты гормональных средств Так чем опасны гормональные препараты? Самая первая негативная особенность стероидов Как любого фармацевтического продукта Это риск развития аллергии на его компоненты Частыми нежелательными явлениями считаются Нарушение работы желудка и кишечника Это может быть диспепсия Вздутие живота Понос Запор Аллергические реакции Покраснение кожи Жжение Зуд Слезоточивость Ренит Нарушение работы сердца Головная боль Головокружение Чем еще вредны гормональные препараты? Следует указать, что эти средства не прощают превышение дозировки Или нарушение правил лечения ими Очень опасно применение этих средств после истечения срока их годности Они становятся настоящим ядом Могут привести к смерти пациента Отрицательно действуют эти лекарства на иммунную систему Способствуют развитию сахарного диабета при длительном приеме Некоторые средства препятствуют усвоению кальция Что провоцирует развитие патологий костной ткани Опорно-двигательного аппарата Другие способствуют увеличению концентрации холестерина Главного врага здорового сердца и сосудов Реже наблюдается нарушение работы нервной системы Выражающиеся дисбалансом психоэмоционального состояния человека Половые дисфункции Уменьшение сексуального влечения Нарушение менструального цикла у женщин Появление лишнего веса Некоторые средства нельзя прекращать принимать резко Так как это грозит повышением риска развития побочных реакций Такие препараты отменяют постепенно Уменьшая дозировку каждый день Теперь давайте рассмотрим профилактику и способы снижения побочных эффектов При правильном подходе к лечению Негативное влияние гормональных препаратов на организм Можно минимизировать Наибольшую опасность представляет лечение без контроля специалиста Самостоятельное назначение лекарства очень опасно При употреблении препарата необходимо придерживаться простых правил Первое. Приобретать именно назначенный препарат От надежного производителя, не пытаясь подобрать аналог Второе. Тщательно соблюдать рекомендованную врачом дозировку Третье. Принимать препараты по назначенному графику Четвертое. Не пропускать прием таблетки или инъекции И пятое. В случае пропуска не увеличивать дозу Пытаясь скорректировать гормональный фон Стоит также учесть, что во время лечения Организму нужна максимальная поддержка иммунной системы Для ее поднятия параллельно с гормональными средствами Рекомендуется принимать витаминно-минеральные комплексы При этом стоит учесть, что синтетические витамины Нагружают почки. Заменить их можно сбалансированным Правильным питанием Курс лечения определяется индивидуально Но желательно, чтобы прием гормонов продолжался Не дольше 9 месяцев После приема препаратов Организму нужна небольшая передышка По необходимости лечение возобновляется через 2-3 месяца При некоторых патологических состояниях Гормональное лечение является единственным шансом Больного на полноценную жизнь Отказываться от приема препаратов нельзя Несмотря на обширный список противопоказаний и побочных эффектов Главное – это тщательно соблюдать все рекомендации специалиста И тщательно прислушиваться к собственному организму Чтобы вовремя скорректировать лечение Рассмотрим интересные факты о гормонах Объятие и поглаживание домашних питомцев Например, кошек Стимулируют у человека выработку окситоцина Этот гормон может снять отеки и быстрее заживляет раны Также при грудном вскармливании в организме матери начинает вырабатываться окситоцин Он предотвращает кровотечение матки и вызывает ее сокращение Благодаря чему она обретает те же размеры, что и до беременности Также известно, что алкоголь притормаживает выработку антидиуретического гормона Благодаря которому почки удерживают воду Поэтому люди, пьющие алкоголь, подмечают у себя учащенное мочеиспускание Употребление спиртного в больших дозах может даже привести к обезвоживанию Выполнение секреторных функций нашего организма Не ограничивается восемью эндокринными железами Продуцирующими гормоны Например, женская плацента производит эстроген и прогестерон А в желудке вырабатывается грелин, который отвечает за чувство голода Сейчас вы поймете, почему самые плохие и травматичные моменты из жизни запоминаются лучше всего Оказывается, во время стресса наши миндалины вырабатывают критичное количество адреналина и кортизола А это приводит к улучшению функции запоминания разных переживаний Исследователи обнаружили, что пребывание в недельном турпоходе без наличия электроники Может восстановить наши биологические часы Количество вырабатываемого гормона мелатонина, который отвечает за сон Синхронизируется со временем восхода и заката солнца Организм регулирует нехватку сна Именно этим объясняется непонятная, на первый взгляд, вялость Когда человек спит по 10 часов в сутки и не высыпается Причина проста На прошлой неделе он отделял сну лишь 3 часа в сутки А теперь его организм банально добирает нехватку жизненного важного процесса Дефицит сна ухудшает работу эндокринной системы Гормональный сбой может привести к ожирению, сердечно-сосудистым и иным заболеваниям Женщины, как правило, дольше успокаиваются после ссор и стрессов Это объясняется большей реактивностью и лоббильностью нервной и эндокринной системы Не нося солнцезащитных очков, вы можете загореть гораздо больше Глаза, ощущающие яркий свет, передают гипофизу приказ высвободить меланин, стимулирующий гормон А это, в свою очередь, влияет на увеличение выработки меланина Загар становится более насыщенным Во время Второй мировой войны британские шпионы пытались сделать Гитлера менее агрессивным С этой целью они подмешивали в еду фюрера женский гормон – эстроген Ученые из Института Вейсмана в Израиле обнаружили, что запах слез женщины снижает уровень тестостерона у мужчин Когда человек влюбляется, его мозг вырабатывает столько же гормонов – дофамина, норадреналина, серотонина, как и после употребления наркотиков Следует также отметить, что организм умеет преобразовывать тестостерон в эстроген Например, при сеансе ароматерапии Но превращать эстроген в тестостерон наше тело не может Избыток событий и общения, в том числе в социальных сетях, могут вызвать депрессию Тревожные состояния и другие проблемы со здоровьем Постоянный стресс, даже позитивный, расшатывает устойчивость эндокринной системы В результате гормоны, такие как инсулин, дофамин, начинают вырабатываться неправильно Исследователи из Университета Северной Каролины обнаружили, что объятия в течение 20 секунд запускают выработку окситоцина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний Витамин D это единственный витамин, который также одновременно является гормоном Его дефицит может привести к серьезным проблемам, включая депрессии и шизофрению Существует так называемый синдром нечувствительности к андрогену Это значит, что лицо мужского пола генетически устойчиво к мужским гормонам При такой патологии человек имеет женские черты при наличии генетически мужского состава Однажды парашют Джоан Мюррей не раскрылся Падая с огромной высоты, она врезалась в огромный муравейник и выжила Ученые считают, что ее сердце не остановилось благодаря огромному количеству адреналина, полученного вместе с муравьиными укусами Рассмотрим контрольные вопросы Куда поступают гормоны? Кто дал название адреналину? Кем был введен термин гормоны? В чем отличие антигормональных препаратов от гормональных препаратов? Какие вы знаете гормональные препараты полипептидной и белковой природы? Сколько имеется способов получения гормональных препаратов? Назовите их Назовите несколько показаний к применению гормональных препаратов. С какими видами гормонотерапии вы знакомы? Каковы фармакологические эффекты тестостерона? Как образуется название гормональных препаратов? От какого названия слово «гидрокортизону»? Как строится термин «гормональные препараты»? Расскажите подробно об алгоритме действия гормональных препаратов. Благодарю вас за внимание! Будьте всегда здоровы и заботьтесь о здоровье ваших близких!